С тревогой, к сожалению, мы отмечаем, что реализация трехстороннего заявления прошлогоднего лидеров трех государств России, Азербайджана и Армении идет недостаточно быстрыми темпами. Что тормозит? Тормозит, прежде всего, неконструктивная политика официального Еревана. Беспокоит также и не решение другого, не менее важного, я бы сказал, гуманитарного масштабного вопроса, это предоставление карты минных полей. Вот мы выехали в Агдамский район Азербайджана и все наблюдали, что сплошные минные поля. Армения не хочет передавать карты минных полей. Почему не хочет? Я думаю, что она желает сделать этот вопрос предметом торга, размены. Разменять этот вопрос, например, на освобождении части или полностью тех террористических групп диверсионных, которые были взяты в плен азербайджанскими военными уже после 10 ноября 2020 года. Такое впечатление, что какой-то вихрь смерти витал над этим районом на протяжении четверти века. Такое впечатление, что это было разбомблено какой-то нейтронной бомбой или, так сказать, какой-то атомной бомбой взорвали. Вот эти вот скелеты. Вот это возникает ощущение, как будто ты на кладбище попал, как будто это могильные плиты, которые выпьют о страданиях и гибели тех мирных жителей, которые жили в Агдаме. Это где-то 200 тысяч человек. И мне кажется, нет прощения людям, которые разрушили весь этот город. Это по-настоящему преступление противочеловечества. Мне кажется, что сейчас самое важное для всех людей, не важно какой они национальности, чтобы больше звучало слово «мир». Главное для России – это не допустить гуманитарные катастрофы с обоих сторон. То есть максимально создать все условия для решения проблем как армянской стороны, так и азербайджанской стороны. А в определенной степени справедливость восторжествовала. Дальнейшее мирное урегулирование, оно должно проходить именно при посредничестве России. Как вы видите, мы это подтверждаем делом, являемся абсолютно объективным в данном случае арбитром. И если это нужно азербайджанскому армянскому народу, естественно, мы продолжим занимать ту же позицию.